Всем привет! В Дании найдена самая древняя карта. В Бразилии создают генетически модифицированных комаров, а в Америке снова мучают аквариумных рыбок. Подробности далее. Археологи 10 лет находили на памятнике каменного века в Дании острове Борнхольм странные камни с выцарапанными на поверхности узорами. Историки считают, что эти камни использовались в ритуалах солнца поклонников, чья религия навсегда канула в лету. Один из камней был исчерчен затеейливее остальных. Приглядевшись, ученые увидели набросок карты, возможно, древнейший из известных. Ее возраст составляет не менее пяти тысяч лет. Камень был расколот на три части, одна из них до сих пор не найдена. На маленьких фрагментах карты, чья длина составляет не больше пяти сантиметров, разными узорами заполнено несколько полей. Некоторые элементы узора напоминают символические изображения растений, другие абстрактные узоры или изгороди. В бразильском городе Пиросикаба открылась лаборатория по производству генетически модифицированных комаров, которые остановят распространение вируса Зика. Созданием комаров-мутантов занимается компания Oxitec. Переносчиками вирусов Зика, а также ДНГ и Чикугуни являются самки комаров Эдос в Египте. Суть генетического эксперимента заключается в ограничении срока жизни этих насекомых. Отредактировав ДНК комаров, ученые добились того, что их потомство умирает, не достигая половой зрелости. Таким образом, за сравнительно короткий срок можно ожидать существенного сокращения популяции. Для людей повреждения спинного мозга часто фатальны уж точно чреваты самыми тяжелыми последствиями, включая паралич. Однако для мелких аквариумных рыбок Данио Рерио такие травмы вовсе не смертельны, их спинной мозг способен к регенерации. Профессор университета Дьюка Кеннет ПОС, и его команде удалось определить 12 генов, которые активируются после травмы, необходимы для регенерации. Кроме того, они показали, что в глиальных клетках, которые обеспечивают функциональность нейронов, при этом резко повышается количество факторов роста соединительной ткани, которые стимулируют восстановление. Примерно за две недели эти клетки формируют мостик между оборванными концами спинного мозга, и затем на нем возникают соединения нейронов. Это были самые разнообразные новости науки на сегодня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok